Ее величество книга. В детстве мы читали без остановки и все подряд, что попадалось под руку. Сегодня век айподов и электронных книг дети очень редко прикасаются к бумажным шедеврам прошлого. Одна из первых, поэтому самая любимая книга «Витя Малеев в школе и дома». Книжка выдающегося мастера детской литературы Николая Носова была зачитана в прямом смысле Дадыр, а цитаты из нее стали любимыми выражениями многих школьников. Простые и смешные ситуации были ловко подсмотрены и описаны мастером детской литературы. Суточки не могу отдохнуть. Будто потом это сделать. Вытяжку надо иметь. Нет уж. Лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас легкие. Не то, что у вас в четвертом классе. Да, у нас не то, что у вас. Вот перейдешь в четвертый класс, узнаешь, где раки зимуют. Это повесть о школьных друзьях – Вите Малееве и Косте Шишкине. Об их нелепых ошибках и обидах, первых радостях и победах, крепкой мачишеской дружбе. А потому не потеряла свои прелести и сегодня. Их наивные шутки и выдумки, бесконечная борьба с собственными недостатками, их стремление быстрее жить и делать все и сразу были близки и понятны всем советским школьникам. В цирк поступить нельзя, если не выучился в школе. В школе нужно сначала взять образование, а потом пойти в институт специальный, который после этого пойдешь в цирк. А он хотел сразу. Он хотел сразу. Сразу пойти в цирк и выступать уже. Эта книга актуальна сегодня, она будет актуальна всегда, потому что здесь самые лучшие моменты человеческих отношений показаны. Это доброта, это взаимопомощь, выручка, товарищество и крепкая-крепкая дружба. Может всем детям перечитать этот шедевр «Витя Малеев в школе и дома» и вернется былая упоительная тяга к книге. И пока детство не кончилось, стоит впитать эту невинную красоту и простые человеческие истины. Николай Николаевич Носов написал в своих дневниках, что к детям, к читателям и вообще к детям нужно относиться с теплотой и большим уважением. И тогда они откроют навстречу вам свои души. И, наверное, поэтому он до сих пор читаем. Многие дети называют его любимым наряду с современными.